Уже шестой раз Центр образования и профессиональной ориентации открывает свои двери для участников конкурса «Я мастер». Основная задача конкурса – привлечь внимание к рабочим профессиям и повышение их престижа. В этом году более ста школьников не только нашего города, но и Пензы и Пензенской области стали участниками профессиональных испытаний. Возможно, именно это состязание станет первым шагом на пути к будущей профессии. Я помню, когда этот конкурс только начинался, в этом зале присутствовал на силу человек 20-25, тех, кто умеет работать с руками, кто понимает, что он делает и для чего он это делает. Мне очень приятно приветствовать сегодня здесь такое большое количество заинтересованных людей, тех, которые выбрали дело и делают его профессионально. Начался день с торжественного открытия. Всех присутствующих познакомили с предстоящими заданиями и жюри. Я считаю, что вы уже все вместе, все присутствующие в этом зале, уже мастера своего дела, в том числе и сегодняшние конкурсанты. Я желаю вам успеха, чтобы вы проявили все свои способности, показали все свои навыки. И желаю вам удачи. Состязание проводилось в восьми номинациях. Парикмахер, швея, журналист, бухгалтер, водитель категории «Б», токарь и столяр. Впервые соревнования проходили в номинации «Мейкер». В этом году у нас еще новая специальность «Мейкер» на базе «ЦМИД» профориентир. Ребята, которые занимаются проектированием, компьютерным моделированием и работой на высокоточном оборудовании. Вот для них был новый этап, новая специальность «Мейкер». В этом году организованы. Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического задания. На выполнении каждого участникам отводилось определенное количество времени. Во всех кабинетах, где происходило тестирование, царила тишина и сосредоточенность. После того, как конкурсанты выполняли теоретическое задание, они переходили к выполнению практики. Юные мастера почувствовали уверенность в своих силах, и поэтому у каждого из них получились достойные работы. Фантастические прически у парикмахеров, точные детали у токарей и столяров, интересные и содержательные статьи у журналистов. Члены жюри оценивали правильность написания текстов, количество выполненной работы, а также соблюдение правил техники безопасности при работе с оборудованием. После всех заданий прошло подведение итогов. Всех участников наградили в различных номинациях.